Роман, я знаю, что вы сменили несколько специальностей. Расскажите, пожалуйста, почему в итоге вы пришли работать в университет? Ну, наверное, лет 15 назад точно я думал, что я стану как минимум работником банка. После того, как я начал преподавать в университете, я одновременно писал кандидатскую, ну и в какой-то момент я понял, что нужно как-то дальше тоже развиваться. Ушел вообще, сначала в ресторан поработал, и потом я понял, что тоже в ресторане невозможно это совмещать научную деятельность. Три года назад я кардинально все поменял, то есть я понял, что офис, наверное, тоже это не мое, то есть поиск себя какой-то еще шел и полностью сконцентрировался на работе в университете. Сколько лет вы уже занимаетесь преподаванием? Десять лет. Уже десять лет в этом году было до 10 февраля. За эти десять лет у вас есть какие-то свои лайфхаки, как общаться со студентами так, чтобы и вы их услышали, и они вас понимали? Я стараюсь общаться, наверное, с ребятами так, как я бы хотел, чтобы со мной общались, когда я учился, все-таки устраиваю отношения так, что работа – это работа, то есть мы на вы, я всегда студентами на вы, потому что это уважительно с моей стороны к ним, я считаю, к своими тоже коллегами в какой-то степени. В рамках института я могу и на ты перейти, какие-то там неформальные темы разговора затронуть. Как проходят ваши лекции? Чем-то они отличаются от других, например, лекций по другим дисциплинам? Да, я одним из первых запустил именно все свои лекции с помощью презентации, то есть говорил одновременно и показывал, плюс это какие-то образовательные фильмы и тому подобное. В целом стараюсь также использовать как бы ресурсы своих знакомых, друзей, коллег из отрасли, приглашаю обязательно на гостевые лекции, чтобы студенты не только меня слушали, но и профессионалов своего дела. Студенты сказали, что вы их вдохновляете. Как думаете, чем именно вы их вдохновляете и на что? Мне кажется, я все-таки выбираю такой путь с ними общения, что я могу их направить, наверное, в то направление, которое они не думали даже, что они могут что-то там сделать. Те же самые научные работы, научные статьи, которые они пишут, то есть стараются с такой лояльной точки зрения подойти и объяснить, зачем это нужно. Помимо этого, безусловно, мы говорим о научных грантах, которые тоже ребята под моим руководством подают. Что самое приятное в вашей работе? Мне нравится тоже общаться с ребятами. Я, на самом деле, тоже учусь многому, потому что, казалось бы, тоже технология развивается, и я уже тоже, на самом деле, не успеваю за всем следить. Иногда даже они мне подсказывают, как там что-то, какие-то гаджеты или какие-то приложения работают. Мне нравятся творческие вообще процессы все. С детства как-то было связано именно с написанием чего-то, мне нравится писать пособия и учебники, то есть то, что будет полезно, на мой взгляд, будущим поколениям. Как выстраиваете отношения с первокурсниками? Вот они пришли к вам на первую лекцию, на первое занятие. Что вы делаете для того, чтобы заинтересовать их? Прежде всего, это не нудные лекции, на мой взгляд. Это не начитка, это, прежде всего, общение с залом. В данном случае мы все-таки как актеры, я считаю, преподаватель тут в какой-то степени актер, он должен нести такое актерское мастерство немножко. То есть это вопрос-ответ, это какая-то, может быть, ситуация разыгранная. То есть студент должен понимать, что он не просто пришел понаписать лекцию, идти и забыть о ней. То есть он должен быть частью этого процесса. Чему вы научились за эти 10 лет у своих студентов? Наверное, я научился общаться с каждым человеком, вне зависимости от его какого-то характера, какого-то отношения к жизни. Мне кажется, просто я универсально теперь могу общаться с людьми совершенно разных возрастов, разного мировоззрения. Я умею это делать, просто для меня это уже не тяжело. Хочется отметить такие качества, как отзывчивость, доброта и искренность. Сразу возникает чувство доверия. Хочу сказать большое спасибо за помощь в написании проектов, научных статей, после которых сразу возникает желание активно изучать индустрию и уверенно идти к своей цели. Хотелось бы отметить такие положительные качества, как стрессоустойчивость, трудолюбие, любовь к тому делу, которым он занимается. На своих предметах использовать современные подходы и методы выстраивания образовательного процесса и общения со студентами позволяет студентам лучше понимать этого преподавателя. И это очень льстит и помогает в работе и в жизни.